Приветствую вас. Наталья, давайте разберем ваш вопрос. 30 лет, есть сын, ему 7 лет. Нынешний молодой человек не может к нему привыкнуть. У самого есть дочь от первого брака. К моему сыну относится как-то пренебрежительно, что ли, причем в остальных, в остальном никаких недостатков нет. Нормальный человек, не до строканов, но я, в принципе, и не идеал. Ругается, что я обсуждаю с подругой нашу личную жизнь. Я понимаю, что они права, все равно понеменность, но тяжело справиться с эмоциями и хочется кому-то пожаловаться. Мои родители мной постоянно недовольны тем, как я воспитываю сына, тем, как я живу. Наверное, хотят лучшего, но я не могу. Недавно был суть с бывшим мужем и его новой женой по поводу снижения алиментов. Новая жена, его бывшая любовница, которая разрушила семью. Очень переживала по поводу этого сына, потому что не хотела их видеть. Вылилась очередная порция негатива. Причем больше со стороны его суперсупруги, что я была плохой женой, что никого от себя не найду. Я потеряла смысл жизни, вижу только свою никчемность. Плохая мать, плохая жена, плохая девушка. Вот, значит, соответственно, есть мысли о суициде. Но вряд ли решусь, потому здесь запишу, наверное, где найти смысл жизни, спрашиваете вы. Вообще, Анатолий, здесь у вас несколько направлений идет. Проблематики, конечно, в том смысле, что у вас есть трудности с родителями, у вас есть трудности с бывшим мужем, у вас есть, вероятно, трудности с вашим ребенком, и у вас есть, вероятно, трудности с вашим настоящим молодым человеком, который не принимает вашего ребенка. Наконец, у вас есть трудности с восприятием себя самой. Вот. И, соответственно, в этих направлениях вам нужно двигаться. То есть, как бы, насчет смысла жизни ситуация, на мой взгляд, следующее, что, чтобы найти смысл жизни, необходимо его, что называется, прочувствовать. То есть, необходимо его заметить в себе, необходимо его заметить в своих эмоциях, в своем эмоциональном состоянии. А сделать на данный момент этого вы не способны, как я надеюсь, вы понимаете. Потому что, много инвазивных, рэкетных чувств у вас сейчас есть. Мне кажется, вот, в первую очередь, на что вам нужно обратить свое внимание, это на критичность. На критичность, вот, восприятия людей, окружающих вас, на критичность восприятия, так скажем, сообщений, которые вам они посылают, и на критичность оценки, то есть, на фильтры, вот. В данном случае, мне кажется, что фильтруете вы, если что-то вы фильтруете, то фильтруете вы только то, что ну, как бы, то, что касается вас, да, то есть, фильтруете вы все, что касается вас, то есть, вы говорите, что вот я такая я, такая я, такая я, такая. Это критика. Но это и влость. Это стыд. стыд, что он обращен на себя. Стыд, это производная от злости. Так, просто, чтобы вы знали, да, что стыд, стыд, это производная от злости. То, что вам нужно для себя понять. Да? То есть, получается, что? где-то вы себя подавляете, вот, где-то вы себя сдерживаете, а где-то, наоборот, вы относитесь к себе весьма-весьма строго. и подобную модель поведения, когда, условно говоря, ваша активность, ваша энергия предназначена для окружающих людей, а вы ее обращаете на себя, вот подобную модель поведения нужно корректировать, чтобы она все-таки органично, так скажем, распространялась во внешний мир, проявлялась во внешний мир, да, а не была только обращена, вот, на вас. Вот. Для этого, ну, для подобных вещей принято использовать такую терминологию, как личную ответственность, то есть, что-то, что такое личная ответственность, это когда вы и только вы отвечаете за то, что с вами происходит, не кто больше, да, как бы, что только вот вы сами отвечаете за происходящее в вашей жизни, как бы. Ну, вот. То есть, тут, условно говоря, дело не в новой девушке вашего мужа, а дело здесь, вот, скорее, вас. Да, дело здесь не в том, что она, это, девушка, разрушила, как вы говорите, семью. Никто не разрушил семью. Просто, скорее всего, у вас отношения с мужем, вот, изначально были такими, что, в принципе, их было, ну, не так, чтобы, прям уж, сложно разрушить, потому что, как бы, если отношения крепкие, то редко, когда третьи лица могут что-то сделать, редко, когда третьи лица способны как-то на отношения повлиять, да, вот, поэтому я бы, конечно, ну, рекомендовал бы вам обращать внимание на эти вещи, а не на то, чтобы обвинять кого-то, да, и сказать, виноватых и так далее. Ну, просто потому что, как правило, ничего хорошего за этим нет и быть не может. несложно увидеть некоторое противоречие, что вы, вроде как, находитесь в отношениях, вроде как вы находитесь в отношениях, вроде как у вас мужчина есть, но вам откровенно болезненная история с бывшим мужем. Ну, я полагаю, что теперь это уже бывший муж. то есть вы в новых отношениях, как бы, да, вот, а условно говоря, все еще болит. понимаете, понимаете, да? То есть, вот эта позиция, она у вас несколько противоречит, ну, несколько противоречива. человеку. А что вы тогда чувствуете к своему текущему молодому человеку? Что вы к нему тогда ощущаете? если, ну, если вы, если вас трогает, трогает, так скажем, то, что, грубо говоря, происходит с ним. Поэтому, я бы, конечно, ваше внимание обратил бы на это. Вот. Ну, просто вот, чтобы вы как-то сами для себя с этим попытались разобраться. Потому что, ну, совершенно очевидно, что на данный момент вы как-то не можете это сделать. Вот. Ну, в полной мере у вас не получается это делать. Сейчас. Вот. и в этом же, в этом же может в общем и целом скрываться проблематика ваших отношений с текущим молодым человеком. мужчина. Что вы не очень забыли своего мужа, бывшего. Вот. Не очень вы его забыли. А уже строите отношения с новым мужчиной. Я вас не обвиняю. Я не говорю, что вы не должны выстраивать отношения. я просто говорю о том, что вполне может быть такая история, что вы себя обманываете, вы избегаете чего-то в этом. А когда человек чего-то избегает, как раз таки это может довольно легко приводить к тому, что вы называете потерей смысла. Вот. То есть тут как бы вот все ну на мой взгляд может быть довольно логично. вот дальше вы говорите о том, что ваши родители вами постоянно недовольны. Вы говорите о том, что ваши родители хотят для вас ну чего-то хорошего лучшего как вы выражаетесь. Может быть это и так. Но их желание по отношению к вам на мой взгляд нужно подвергать критикам. Почему? Потому что вполне может такое быть, что вам вам это не подходит. И умение говорить нет своим родителям, умение высказывать протест очень важный апребут. Чего вы опять же не делаете, потому что вся ваша протестная энергия как мне кажется обращена на саму себя. на бичевание себя. На какие-то требования к себе. Не так важно можете ли вы этим требованиям соответствовать вообще. Да, не так важно хотите ли вы этим требованиям вообще соответствовать. О чем мы здесь говорим? Конечно о чувстве вины перед родителями. О желании оправдать их ожидания от вас. Вероятно это же связано и с мужем, вероятно это же связано и с вашим текущим молодым человеком. Вариантов здесь может быть достаточно много. И на мой взгляд все варианты если мы говорим в таком ключе требуется рассматривать. Потому что вас это на мой взгляд ну мягко говоря подавляет. И конечно это очень болезненно и тяжело. Вот. Обратите внимание на то что вы говорите про свой возраст. то есть он для вас возраст я имею ввиду имеет очевидно какое-то значение. Какую-то значимость для вас имеет ваш возраст. Было бы весьма хорошо если бы вы постарались бы увидеть какое именно назначение для вас имеет ваш возраст. Было бы очень здорово и хорошо если бы вы смогли бы на это обратить внимание. Потому что довольно редко люди ставят на первое место свой возраст случайно. Случайно здесь к счастью или к сожалению нет ничего. Вот. Поэтому на это я бы также хотел обратить ваше внимание. что касается молодого человека то молодого человека скорее всего это естественно моя богатка я как обстоят дела наверняка знать не могу. Вот. Молодой человек скорее всего просто зеркаливает отражает вам ваше отношение к себе. То есть то как вы относитесь к себе он переносит на вас и на вашего ребенка. Почему он не принимает ребенка? Потому что у вас остались чувства к мужу. Он это чувствует ваш молодой человек и естественным образом реагирует. Реагирует отстранением реагирует пренебрежением и так далее. Принять чужого ребенка в принципе нелегко если мать этого самого ребенка что-то чувствует к отцу ребенка. Ну принять такого ребенка становится практически невозможно к сожалению. Поэтому я бы и хотел чтобы вы на это обратили свое внимание. Это важный момент. как мне кажется вы крайне к себе невнимательны. В данном случае ну вот в данном да как бы конкретном случае крайне вы к себе невнимательны. и с этим нужно работать. Я бы еще бы еще бы сказал что вы отчаянно если не сказать сильно пытаетесь обрадать ожиданиям всех своего молодого человека в том числе. на это уходит много энергии. Почему у вас нет смысла в своей жизни? Потому что есть смысл жизни других людей. Почему вы думаете о серциде? Потому что это способ избежать от них. И способ выразить свое ну как бы неудовольствие. Так скажем. проявить способ как бы проявить себя таким образом. То есть как бы прямо вы этого сделать не можете да? Вот. Именно прямо вы этого сделать не можете. А вот таким способом вы это сделать для себя вполне как бы допускаете. Хотя говорить, что вряд ли решитесь. то есть как бы даже здесь у вас есть промазящие факторы. я не скажу что в этом случае это плохо по понятным я надеюсь причинам мне кажется что это хорошо но то что вам как бы это условно плюс в копилку так скажем. То что для вас это плюс в копилку в копилку неудач в копилку подавления себя и так далее это факт конечно очевидный. Вот. Поэтому история здесь такая. Достаточно конечно грустно. Вот. А если приближаться как-то вот к ответу на ваш вопрос как или где найти смысл жизни то я бы конечно спросил бы вас о том как или чем вам интересна ваша жизнь. И интересна ли она вам вообще. Вот. если мы не говорим допустим о вашем ребенке. Если мы не говорим о вашем муже. Если мы ни о чем таком не говорим а говорим только о вас. И все. Вот как в каком случае вы себя вот ну видите да. не знаю как в таком случае вы себя воспринимаете и так далее. Потому что весьма весьма на мой взгляд грустно это когда человек видит себя только вот с кем-то. И не видит себя самостоятельной единицей. так скажем. Поэтому чтобы ответить на вопрос о смысле жизни вам желательно спросить себя всем интересам о вашей жизни. И вообще была ли она вам когда-нибудь интересна. Потому что ну мне например показалось что нет. вот дальше вы вот обратите внимание на еще один момент. Вы пишите помимо того что к сыну относится пренебрежительно в основном недостатков нет. нормальный человек не без дороганов но в принципе я не идеал. То есть вы вроде бы это понимаете но при этом вы говорите ругается что я обсуждаю с подругой нашу личную жизнь. Я понимаю это неправа. Сыры здесь бы не выносит но тяжело справиться с эмоциями. Хочется кому-то пожаловать. А вот что это за эмоции там такие. То есть как-то это несколько странно мне кажется улучшить вы говорите что он в остальном человек идеальный он в остальном человек хороший но как-то сложно вам с эмоциями справляться. Вот давайте тоже здесь это противоречие попытаемся раскрыть. Вот. Дальше хочется кому-то пожаловать. Вот опять же да почему вам хочется кому-то пожаловать. это связано с тем что вы от себя требуете слишком много не справляетесь и естественно вам нужен кто-то. Дальше значит мои родители постоянно недовольны тем как я воспитываю сына тем как я живу наверное хотят лучшего но я не могу и как вы к этому относитесь да вот вы пишите что не хотели видеть вашего мужа и его новую жену потому что она разрушила семью здесь опять вопрос отсылает нас к вашим отношениям с нынешним молодым человеком вот понимаете да как-то вот это дихотомия развод измена если была это травма Наталья и вам необходимо с этой травмой работать необходимо ее прошить необходимо ее отпустить вас это не беспокоило вот на этом все надеюсь что помог вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой желаю вам всего самого доброго и удачи